Челябинск В этом году по программе «Федеральная городская комфортная среда» планируется благоустроить 8 общественных пространств во всех районах города и 31 двор. То, что финансирование известно заранее и то, что идет голосование, за год практически выбираются территории, дает возможность заключить договоры раньше, то есть до 1 декабря предыдущего года мы заключили договор уже на последующий год. Поэтому все работы уже начаты и мы надеемся, что к дню города, может быть, даже где-то и раньше получится завершить эти работы, чтобы эти общественные пространства и дворы порадовали наших челябинцев. Благоустройство территории идет также по программе «Инициативное бюджетирование». Это программа чисто губернатора Алексея Ленчат-Экстер, которая дополняет денежными средствами муниципалитеты. И мы можем, имеем возможность благоустроить другие общественные пространства, а также направить деньги на ремонт внутриквартальных проездов, которые связывают эти общественные пространства с теми дворами, которые мы благоустраиваем по программе ФКГС. Затем есть программа избирателей, то есть это первоочередные меры, где деньги, которые выделяются для Челябинской городской думы, также направляются и в том числе на общественные пространства, либо на дворы. Есть бизнес-сообщество, которое у нас активно участвует в благоустройстве. То есть можно посмотреть тот пруд, который сделало предприятие «Конор» около своего административного здания и сейчас возводит Вантовый мост. Это подарок дню города. Челябинцы заметили, как преображается территория на пересечении улиц Труда и Северокрымска. Здесь будет новый сквер. Его украсят скамейки, сухой ручей, окруженный декоративными камнями и зеленью. Говорить о том, что здесь получится такой полноценный, многофункциональный сквер, наверное, не приходится, потому что территория находится рядом с достаточно такими магистралями, да, здесь достаточно шумно. Поэтому здесь ставятся, прежде всего, три задачи. Это обеспечение безопасного, комфортного пешеходного трафика. Здесь очень много ходит людей и на работу, и по своим делам, и, самое главное, для отдыха в зоопарк, в вор. Следующий момент – это обустроить и упорядочить парковочные места, которых здесь, кстати, было недостаточно, и жители тоже просили. Ну и еще один важный момент – это, прежде всего, мостик, безопасный переход через железную дорогу. Еще один момент – эта территория, так скажем, делится на две части. Это непосредственно за моей спиной сам треугольник, так называемый у родника, и входная группа в зоопарк и в парк Гагарина. Вот здесь как раз была действующая парковка, люди с пешеходного перехода выходили на парковку. Здесь было достаточно небезопасно, хаотично стояли машины, поэтому вот здесь мы упорядочиваем парковочные пространства. Здесь будет достаточно большое количество газонов, безопасный пешеходный трафик, установим лавочки, освещение. Соответственно, здесь самое главное – здесь станет комфортно и безопасно. И очень много, наверное, лет 5, очень много обращений, в том числе большинство из них от пожилых людей, которые используют вот этот путь как раз в Бор, в парк Гагарина. И вот один из замыслов, почему именно эта территория была поставлена в план благоустройства, и почему, кстати, она выиграла. Вот в том числе за счет того, что люди хотят здесь видеть безопасный, комфортный переход. То есть это будет мостик, пологий, без всяких ступенек и с освещением. Еще одно общественное пространство подарят жителям поселка Шершни, это тоже центральный район. Серьезно обновят действующий сквер, сделают тропинки и зону отдыха, обустроят спортивную и игровую площадку, установят уличные тренажеры. Очень много ребятишек как раз идет по этой дорожке в школу, но проблема здесь заключается в отсутствии освещения, очень много аварийных деревьев, поэтому основной упор здесь будет сделан на озеленение. Будем менять часть устаревших малых культурных форм, это лавочки, некоторые спортивные объекты, детские площадки и так далее. Соответственно, здесь получится очень хорошая зона отдыха, она, кстати, и сейчас пользуется достаточно хорошим спросом, но требует, безусловно, наведения порядка и сделать это место все-таки более комфортным, безопасным, и самое главное, современным. В тракторозаводском районе появится новая набережная, сейчас территория похожа на неприглядный пустырь, но совсем скоро она станет красивой и комфортной для прогулок жителей. Проект довольно большой по площади по территории, более 4000 гектар, и мы видим, что работы будут большие, поэтому разделили проект на два этапа. В этом году будет реализован первая часть, первый этап, на следующий год мы уже только провели голосование, и будет реализована вторая часть этого проекта. В этом году у нас запланированы все земляные работы, сейчас, как раз, видно, проводятся земляные работы, выравнивание, горизонтальная планировка, потом мы приступим к асфальтированию дорожек, велодорожек и прогулочных зон, к тротуарной плитке, там, где у нас будут пешеходные дорожки, ну и будет установлено большое количество разных зон отдыха, спортивные зоны, игровые зоны, зоны для отдыха. Будет интересное решение реализовано в центре этого объекта, это будет роллер-дром для нашей молодежи, как раз вот мы пообщались с молодежью, они попросили сделать такой объект у нас в районе. Летом он будет функционировать как роллер-дром, а в зимний период мы его будем перемонтировать под каток, и жители зимой смогут кататься здесь на коньках. Будет интересная мультиспортивная площадка для игровых видов спорта, мини-футбол, баскетбол, волейбол, с антитравматическим покрытием будут воркаут-площадки расположены тоже, ну и зоны для детей разного возраста. Также особенностью этого объекта считаю возможность объединить прогулочную зону набережной с уже действующим пляжем, который у нас находится за нашей спиной по улице Черничной. Этот пляж функционирует как муниципальный, в летний период там работают спасатели, все абсолютно безопасен и пригоден для купания. И у наших жителей появится возможность отдыхать на пляже, купаться, потом в прогулочную зону перейти в зону набережной, здесь погулять, отдохнуть, позаниматься спортом, созерцать гладь озера. Жители Курчатовского района оценят сухой фонтан и обновленную входную группу в сквере на молодогвардейцев. Финиш работ по контракту – середина лета, а может и раньше. В любом случае оценить новый вид любимого сквера успеют в теплую погоду. Бывший фонтан был построен из тела, многие помнят ее. Она здесь просуществовала около 20 лет. И практически эта территория не благоустраивалась именно столько по времени. Конечно, санитарное содержание осуществлялось, но таких капитальных работ или реконструкций не было. Здесь практически строительство нового фонтана. И вот еще раз говорю, около 4 тысяч квадратных метров. Это и плиточное покрытие, и малые архитектурные формы, отдельные проекты зеленения, освещения. И сам, кстати, фонтан сухой, 29 струй с подсветкой. Очень красивый он, современный фонтан. Значит, безусловно, система видеонаблюдения и многое другое, что необходимо в современных условиях, так сказать, для качественного отдыха жителей. В планах здесь таким образом. Мы так ее мысленно, вот эту всю площадь разбиваем на три части. Значит, вот с правой стороны, это игровая зона этого сквера. Здесь и варкаутская площадка, тренажеры для занятия спортом на воздухе. Значит, там дальше детские площадки современные должны быть и так далее. Левая часть, она более озелененная, и там она будет предназначена для все-таки отдыха в большей степени, для людей старшего поколения, значит, для мам с детьми, с колясками. Значит, это такая зона тихая будет. Ну и, собственно говоря, центральная зона этого сквера тоже должна быть, значит, в современном стиле. В Металлургическом районе появится еще один новый сквер, обустроит площадку у Михеевского рынка. Металлургический район делится на две зоны, северную и южную. И центр нашего района – это шоссе Металлургов. В этом году, благодаря инициативе жителей, поддержке губернатора, главы города, мы благоустраиваем сквер по улице Шоссе Металлургов у рынка Михеевский. Это большая довольно территория, где мы уже смонтировали подземные линии электроснабжения, то есть столбы освещения уже смонтированы, будет уличная тропиночная сеть сформирована, детские малые формы, лавочки для отдыха, зоны отдыха, ну и, конечно же, для безопасности будет смонтировано видеонаблюдение. Все это мы планируем до 1 августа выполнить, будет красиво. Уже много было обращений по поводу аварийности, и мы первоначально, конечно же, и провели разъяснительную беседу по этому поводу с жителями, и непосредственно подрядчики присутствовали, которые объясняли, показывали, для чего это делается. И можно, по сути, невооруженным взглядом увидеть, что это деревья уже довольно угнетенные были. Старый асфальт снимается, который уже давно требовал ремонта. Поэтому, я думаю, это еще одна точка будет развития в нашем металлургическом районе, как раз точка отдыха для жителей и гостей нашего района. В Калининском районе продолжат наводить красоту в главном парке, планируют реконструировать фонтан и сцену, а также преобразить хоккейный корт и баскетбольную площадку для любителей спорта. В этом году на 39 почти миллионов мы будем реализовать устройство сцены. Здесь будет основная сцена нашего района, где мы будем проводить праздники. Вот здесь как раз идет ее устройство. Наш фонтан, некогда работающий и украшающий наш парк, много лет не работал. Сейчас он в стадии реконструкции. Он будет более, скажем так, живописный. Тут будет больше форсунок установлено. Он архитектурно будет интересный. Подсвечиваться плюс малые формы. Будет мощение здесь сделано. В целом вся площадь будет настроена на проведение мероприятий Калининского района. Следующим этапом этого благоустройства будет реконструкция, полная реконструкция спортивного ядра. Да, здесь у нас есть площадка баскетбольная, корт хоккейный, который летом используется для игры в мини-футбол. Мы полностью меняем борта корта, покрытие новое устраиваем. Баскетбольная площадка будет заасфальтирована, покрыта специальным покрытием. Новые баскетбольные кольца, сетка и небольшие зрительские трибуны будут устроены. В Советском районе идет благоустройство пешеходного бульвара на улице Свободы. Преображение ждет два участка. По четной стороне от улицы Орджоникидзе до Евтеева и по нечетной от улицы Борьбы до Евтеева. На всем протяжении улицы появятся перголы с качелями, удобные скамейки и урны. Пешеходную зону гостевого маршрута мы начали благоустраивать с 2020 года, но в рамках федеральной программы формирования современной городской среды это третий этап. Он примыкает к предыдущему, самому, наверное, большому по объему работы по площади покрытий, которые мы поменяли. В этом году длина участка по четной стороне аналогичная. Мы примерно каждый год по 600 метров делаем, а по нечетной стороне несколько меньше, потому что в прошлом году мы поработали ударно и дошли до пересечения с улицы Борьбы. Проводим работы, доставляем все-таки некоторый дискомфорт. Никто не жаловался, что тротуары у нас не имеют покрытий больше месяца или еще какие-то трудности для пешеходов. Все видят результаты предыдущих лет, понимают, что к дню города мы уже дойдем до Ефтеева и понимают, что в наших таких уже глобальных задачах довести гостевой маршрут улицы Свободы до привокзальной площади. Еще один масштабный проект сезона – семейный сквер в поселке Смолино. Работа недалеко от школы номер 145 и детского сада 446 в самом разгаре. Территория долгое время имела просто пустынный такой вид, пустырь, на котором располагался полуразрушенный объект, старое здание детского садика. Этот объект находился в федеральной собственности, долгие годы его не сносили. Но депутат городской думы, чей округ входит данная территория, Виталий Павлович Ширильский, приложил усилия для того, чтобы были проведены все необходимые действия правоустанавливающего характера. Наконец-то было в прошлом году получено разрешение на снос этого здания. После демонтажа и утилизации строительных отходов мы вовлекли эту территорию в программу благоустройства. К новому учебному году, к 1 сентября, будет подарок и школьникам, ну и всем жителям и к дню рождения города, и к дню образования Советского района. У нас почти совпадает. Напомню, что день рождения Советского района 10 сентября. В Ленинском районе продолжается благоустройство легендарной плодушки. За несколько лет монастырская заимка преобразилась до неузнаваемости. Теперь это полноценный сквер, в котором комфортно гулять и заниматься спортом. Совсем скоро здесь появится детский парк с качелями. Я очень рад, что жители поддержали нашу идею на голосовании за проекты, связанные с комфортной городской средой. В прошлом году порядка 30 тысяч жителей проголосовало за то, чтобы на этом месте появилось детское ядро. Первая часть работы уже выполнена в прошлом году. Это тропиночная сеть, это подготовленные площадки под установку детских городков и масштабное озеленение. Хочу обратить внимание, что мы специально заложили очень серьезное озеленение, очень большие крупномерные деревья. Так же, как и жители переживали, приживутся или нет. Но вот весна показала, что все деревья проснулись. Мы очень рады, что на самом деле мы высаживаем не какие-то веточки, а полномасштабные деревья, которые уже через год, через два будут давать хорошую тень для ребят, которые будут здесь играть. Здесь у нас предусмотрены три большие детские площадки для разных возрастов. Исочная площадка для самых маленьких, площадка для детей возраста от 5 до 10 лет, ну и уже для непосредственно подростков. Все площадки будут находиться на травмобезопасном основании, то есть будет залито специальное резиновое покрытие. И так же по всей территории этой части парка у нас проложена велодорожка, которая состыкуется с теми дорожками, которые есть на центральных аллеях. Результаты благоустройства оценим ближе к осени. Чуть раньше увидим современные дворы и удобные проезды. В этом году их продолжили приводить в современный вид. Всего отремонтируют больше 200 объектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова